Детский почерк 2003 год. Копенгаген. В мире заговорили о детском Евровидении. Первый шаг на сцену планетарного конкурса делает Ольга Сатюк. За себя, да и за всю страну. С песней «Танцуй» Беларусь сбирается на четвертую строчку, оставляя позади 12 стран. Танцуй, о-о-о, танцуй, ба-ба-ба, пихай, не обши, мне болит голова. Я, скажем так, для души еще пошла в клубную индустрию. Пишу английские тексты, сотрудничаю с диджем не только с нашей страны, но и последние два трека у меня было с диджем из Челябинска. А вот этот конкурсант детского Евровидения практически сразу же после своего выступления замолчал на 9 лет. За это время Егор Волчок окончил школу, получил диплом менеджера-экономиста и даже успел поиграть в КВН. Сегодня события в буквальном смысле десятилетней давности вспоминаются с трудом. В 2004-м 12-летний мальчишка из Мозыря представлял Беларусь на детском Евровидении в Норвегии с песней «Спевайте со мной». Тогда юный артист занял 14-е место. Но сцена своего не упустит. Музыкальную паузу сменила кнопка «Плей» и бизнес-предложение от известного белорусского продюсера Владимира Кубышкина. И как итог в копилке Егора Волчка появилась завидная премия «Песня года». А новая композиция «Просто послушай» перманентно закрепилась на всех радиостанциях страны. Стало скучно, и не делая вид, а слушай. Буквально накануне Егор вернулся из Москвы, где участвовал в российском музыкальном проекте «Хочу к Меладзе». Увидеть шоу можно будет уже в сентябре в эфире НТВ. Мы же застали исполнителя за записью новой песни под названием «Стоп». О любви, о чем еще песни бывают? О любви. Песня, ну, о таких вот, можно сказать, молодежных буднях. О том, как парень пришел в клуб, ну, не в клуб, какое-то ночное заведение, я встретил ту самую единственную. Ему просто сорвало крышу, и он поет, говорит, о-о-о-о, вот такая песня. То есть про любовь, про резкое чувство, можно сказать, с первого взгляда. С первого взгляда в эту девочку 9 лет назад влюбилась, пожалуй, вся планета. Ксения Ситник проснулась знаменитой утром 27 ноября 2005 года. Ведь накануне в бельгийском городе Хасальд, который принимал детское Евровидение, с песней «Мы вместе» она завоевала первое место. В доме дрова хлеба и парного молока. Впрочем, даже такой музыкальный триумф в давнюю детскую мечту стать писателем на второй план не отодвинул. Год назад Ксения успешно сдала экзамены и получила статус студентки Института журналистики в Праге. Впрочем, саму профессию девушка осваивает на английском языке. Несколько статей уже опубликованы с подписью Ксения Ситник. О том, что пальцы забыли клавиши фортепиано, Андрей Кунец признался нашей съемочной группе с первых минут встречи. Впрочем, когда есть новая страсть, это уже не важно. Он учится в Институте культуры на режиссера и пересматривает фильмы Теля Швайгера. Я вот даже так уж задумываюсь в жизни, мне и клоунадо очень интересно, думаю, может быть и этим заняться. Я как-то тоже заметил, что я могу писать что-то. Ну, конечно, режиссура актерская тоже интересна, больше даже актерская вот как-то для меня. В этом году Андрею исполняется уже 19. Спустя 8 лет угадать в юноше серебряного призера детского Евровидения практически нереально. До неузнаваемости изменился даже голос. Неожиданно низкий баритон пришел на смену звонкому тенору, который в свое время в Бухаресте принес его обладателю второе место. А эти кадры с финала детского Евровидения в Нидерландах еще раз заставили ликовать всю Беларусь. 2007 год, Роттердам. Наша страна во второй раз в истории поднимается на вершину детского Евровидения. В жестокой музыкальной борьбе с отрывом в один бал Алексей Жигалкович навсегда вписывает свое имя в историю конкурса. Однако сейчас Алексей работает не над новой музыкальной композицией, что на первый взгляд было бы ожидаемо, а над своим первым короткометражным фильмом. «Маленькая жизнь» — это название будущей ленты совсем скоро отправится на суд преподавателей Белорусской Академии Искусств, где и учится начинающий режиссер. Однако это далеко не единственный продукт Леши Жигалковича в новом амплуа. Вообще во всех своих фильмах у меня играют родственники. Допустим, было задание во втором семестре по технике речи снять, экранизовать, так сказать, письмо или дневник известного человека. Я выбрал письмо Чарли Чаплина своей дочери, было написано оно в 1965 году. Я взял своего дедушку и просто его, так сказать, под Чарли Чаплина, и все, и снял работу, пятиминутная, так сказать, экранизация. Вот здесь, в этом кабинете я провожу все свое свободное время, даже летом. Пойдемте. Алина Молыш, дитя Евровидения 2008 года. Сегодня все свое свободное время отдает так называемым милизмам. Проще говоря, тренирует голосовую технику и насыщает звучание особыми приемами. Ведь впереди дебютное участие в славянском базаре. Я всегда мечтаю петь, как американцы со своей мега-милизмами, мега-милизмами, которые я не знаю, как у них связки работают. Это, наверное, для всех пока секрет. Но я буду искать. Моей фишкой стала в голосе теплота и тембральность, очень низкий тембр голоса. Впрочем, чересчур высокие ноты, вспоминает Алина, она не слышала в своем голосе, даже когда ей было 11. Тогда, в составе очаровательного трио, вместе с Дарьей Надиной и Кариной Жукович, девушка принесла Беларуси шестое место. Это был Лимассол. Кипр. 2008 год. А после, как это, увы, часто бывает, их пути разошлись. Карина отправилась учиться вокалу в Москве, Дарья уехала в Лондон. Алина поступила на эстрадное отделение Минского колледжа искусств. Я знаю, что счастье любить безрассудно. Это лето принесло Алине еще одну победу. Девушка завоевала гран-при и приз Владимира Мулявина на престижном фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2014». Алина может исполнить все. Конечно, она певица такого, как я считаю, больше драматического склада. Она мыслящая певица в перспективе. На самом деле, песня на трех нотах и на трех словах ее может спеть каждый. А попробуй, подойми полотно, которое исполняла когда-то Алла Борисовна Пугачева. Алине — это по плечу. Этой композиции Юрий Демидович накануне украсил августовские концерты классической музыки во Франции и Германии. «Каромео Бен» в переводе с итальянского «давай еще раз», «Джузеппо Джордани» — произведение далеко не для подростка. Но был ли волшебный кролик пять лет назад в Киеве детской песенкой? Впрочем, это не важно, когда от музыки мурашки похожи. Сейчас Юра учится в колледже при Белорусской государственной академии музыки. В плейлисте, на повторе, композицию «Луча на повороте», «Пласида Доминго» и «Хосе Каререса» — впереди однозначно консерватория. Правда, с направлением придется еще определиться. «Мне так много нравится в музыке. Допустим, мне нравится играть на фортепиано, мне нравится петь. Я учусь здесь, в колледже, на отделении хорового дирижирования, поскольку отдельно вокального нет. И мне нравится также дирижирование. Мне все нравится, потому что музыка — это вот то призвание, наверное, мое». Такой же вывод для себя сделал и Данила Козлов, хотя во время национального отборочного тура не то что сомневался в своих вокальных возможностях, но даже проспорил однокласснице жвачку. Тем не менее, это не помешало артисту из Жабинки уже в Минске с композицией «Музыки свет» забраться на пятую позицию в планетарном конкурсе. Уже в сентябре Данила перебирается в Брест. В этом году парень поступил на эстрадное отделение колледжа искусств. Блеснуть абсолютным музыкальным слухом он планирует в перспективе на взрослом Евровидении. Стали больше приглашать меня на концерты. Ну, в общем-то, не сказать, что появились фанаты, но появились люди, которые слушают мою музыку. Правда, в основном, это девочки, но мне это, как бы, ну, в принципе, нравится, потому что я мальчик. Четыре года назад 99 баллов и третье место принесли школьницы из Могилёва «Ангелы добра». Именно так называлась песня, с которой Лида Заблотская отправилась в Ереван покорять сцену детского Евровидения. Ангелы добра, два белых крыла, два белых крыла над миром. Чтобы встретиться с молодой певицей, наша съёмочная группа отправилась в Могилёв. Сейчас девушка заканчивает там 11 класс и готовится к дебютному сольному концерту. По плану Лида споёт на своей первой сцене, на которую она вышла в 4 года. С песней Аллы Пугачёвой «Тысячу лет» и сразу завоевала титул «Золотой голос» в детском конкурсе «Очаровательный малыш». На 17-летие, как раз моё, которое будет в январе, чтобы подвести такой хороший итог, именно совместить, так скажем, полезное с приятным, день рождения и концерт, где я буду делать то, что я очень-очень люблю, я буду петь. Вполне возможно даже дуэтом. Вместе со своим младшим братом Максимом он уже серьёзно намерен представлять семью Заблотских, да и всю страну на детском Евровидении. Причём с планкой уже определились, уступить сестре невозможно, а значит, минимум третье место. А вот этому конкурсанту преподаватели сегодня запрещают не то, что петь, а даже слушать песни его любимого исполнителя Григория Лепса. Берегут голос. Объяснили это тем, что у него очень сложные песни, он поёт на расщеплении, и поэтому этот период мутации услушать нежелательно, это может быть опасно для моих связок. Егор Жешко, участник детского Евровидения 2012, сейчас в музыкальном отпуске. Пока преподаватели надеются на бархатистый баритон, парень перешёл в девятый класс и с головой ушёл в учёбу. На счёту более сотни прочитанных книг, в планах как минимум ещё столько же. Впрочем, музыку Егор оставлять не собирается. Аморе, море мио, песня, с которой два года назад представитель Белоруссии на детском Евровидении занял девятое место, ждёт своего кавера. Получить мастера спорта, стать известным тренером и открыть собственную школу спортивных бальных танцев. Чтобы добиться своих целей, Илья Волков с шести лет и даже на каникулах оттачивает палатины каждый день. Он будет танцевать все чемпионаты и первенства Республики Беларусь, а также выездные турниры. Мы планируем выезд в ближайшем будущем в Москву. И у нас планирован турнир в Диснейленде, в Париже. Но это лишь половина всех планов 12-летнего Ильи. Юный артист намерен продолжить вокальную карьеру. Из Киева год назад Илья привёз бронзу, но ещё тогда пообещал вернуться за первое место. Часа четыре назад сходил на вокал по Кольке Вронской. Позанимались немного. Вот будем готовиться к Сан-Ремо, к Италию петь будем готовиться. Ну, может, ещё и на голос пойду. Кто же станет 12-м в элитной гильдии детей Евровидения и в ноябре отправиться на Мальту, представлять нашу страну на сцене конкурса планетарного масштаба, мы узнаем уже совсем скоро.